всех приветствую сегодня друзья на своем канале ядов сейчас мы с вами разберем один небольшой вопрос не очень сложный касается он айпада айпада 2 оба обе модели вот у меня в руках вот модель 1395 видите да абсолютно одинаково 16 гигабайтный вот модель 1395 ipad dos ipad 2 прошу прощения иногда говорю по-испански и так вот этот айпад мне принес клиент пытался сам заменить тачскрин поэтому заказал даже новый тачскрин белый пытался его сам заменить и во время съема своего тачскрина старого разбитого он повредил шлейф довольно частый вопрос очень часто он рвался мне очень много их приносили свое время когда они только появились эти вторые и падает начали ломаться вот в этом месте вот в этом месте проходит шлейф могу показать вот здесь он скажу поближе видите этот кусок шлейфа вот кнопка включения вот он постоянно рвался либо вот здесь вот в этом месте в этом месте то же самое во время съема стекла вот эти шлейф или здесь или здесь в каком-то из двух очень часто рвали может можно его здесь задеть если очень постараться не видно вот здесь вот но это было реже и так абсолютно две одинаковые модели прошу обратить внимание что шлейфы у них разные не знаю почему на старых моделях на всех вот стоит вот такой вот шлейф шлейф с таким разъемом эти до верхний разъем состоит он содержит он в себе эта кнопка блокировки вот она кнопки звука уменьшения выключения уменьшения и увеличения и непосредственно непосредственно сама кнопка включения выключения ipad и на точно такой же модели только на более поздних выпусках стоит вот такой вот шлейф виде да у него немного другая конструкция сейчас редактируем такая вот конструкция видите да вот до этого момента они идут одинаковые до кнопок а после кнопок уже у более у последних моделей шлейф заворачивается вы сюда и разъем умеет вот такой вот внутренние внутренний разъем вот видите да и у более старых моделей вот такой вот разъем не знаю почему конструктора решились изменить абсолютно две разные модели вот тем не менее и так это у меня это у меня донор его специально достал показать вам вот здесь находится разъем и соответственно них идут такие шлейфа айпады 2 эти данные здесь тоже оборваны кстати меня сегодня будем него менять будем вот этот вот ipad 2 1395 точно такой же только вот с таким разъемом и так итак я уже снял дисплей вот стекло уже было снято и клиентам снял вот эту резиновую заглушку вот отсюда здесь она находилась давайте разберемся как меняется шлейф на данной модели и так снимаем порванный шлейф откручиваем три винта два длинных винта два длинных винта вот этих вот я выкрутил заглушки кнопки блокировки звука и один короткий винт у меня был вот здесь вот вытаскиваем вот этот вот суппорт не знаю какую правильно назвать кнопка звука выпала отключаем внутренний разъем достали отрезок форму вашей давайте теперь доставим другой отрезок в котором находится включение выключение не путайте винты все разные здесь снимаем основную камеру заглушка отстегиваем камеру отрезок порванного скотча так и снимаем снимаем пластиковые пластиковую рамку камеры вытаскиваем шлейф так чтобы не перепутаться потому что достаточно сложную конструкцию имеет шлейф да собирайте все по 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 старому по старому по старому по старому шлейфу убираем бумажки точно так же наклеиваем здесь имеется такая вот не знаю как его назвать хрень короче соединяем ее я этой же стороной липим новый разъем кнопку заклеиваем обратно полоновую хрень давайте уберем защитные бумажки с двустороннего скотча итак смотрим смотрим конструкцию видите да видите конструкцию как все хитровато сделано кнопки чтобы не запутаться самое простое это собирать по как снимаем так и собираем самый лучший вариант давайте снимем все бумажки сразу итак берем металлический суп на котором все было точно так же приклеиваем новый новый шлейф ставим кнопку блока и кнопки звука таким способом нехитрым зачастую двусторонний скотч который на них находится он не схватывается просто бывает постоянно поэтому можно либо подключить можно посадить его на новый акриловый вот что увеличит толщину подачи на сами кнопки также будет неудобно потом придется регулировать кнопки либо просто вставить уже как есть так вставляем кнопку звука вставляем уже сбор сборный модуль это самый я бы сказал сложноватый момент вставить вот эту всю беду чтобы кнопки не вылетели поставили сразу попробуйте клик далее ставим заглушку металлическую на кнопку звука проследите чтобы она попала в верхнюю кнопку саму вот эту кнопку включили давайте развернем сразу вот так вот ставим заглушку закручиваем два длинных винта закручиваем два длинных винта вставляем разъем сделаем тут так и и вставляем саму кнопку обратите внимание как она идет строго по изгибу конструкции корпуса вставили почувствовали клик сразу закрутим проверить еще раз был клик если его нету то возможно нужно просто ослабить винты такое я делаю часто при установке вот этого шлейфа потому что не всегда все-таки шлейф не оригинальный поставим пластиковую рамку так стоп запутался немного пластиковую рамку камеры закручиваем мелким винтиком и вот здесь вот сзади далее ставим камеру основную застегиваем разъем пристегнули разъем и сверху уже идет металлическая заглушка которую мы закрепляем винтон ставим резиновую заглушку которая была вот теперь обязательно обязательно проверьте виброзвонок то есть кнопка работала у вас здесь у меня нужно закрепить гуляет немного и так работает и клик кнопок кнопки звука то же самое если кнопка не работает можете немного ослабить винтик совсем немного чтобы там люста никакого не было вот на кнопки чтобы работали ну и здесь вот видите у меня я переключаю до покажу поближе видите да немного играет скотч этот самый двусторонний сама кнопка сам разъем потому что потому что двусторонний скотч который не стоял он просто не схватился вот то есть можно снять посадить на акриловый скотч либо там низом прихватить супер клеем в принципе и так в общем то на этом все далее можно просто проверить далее я уже снимать не буду потому что видео у меня по установке тачскрин дисплеев есть все уже показано снято переснято 10 раз в прошлом году я снимал есть на сейчас подключим проверить кнопка работает честно перегрузим быстренько нажатием двумя кнопками кнопок ежедневно не у вас случится та же проблема, перед тем, как заказать шлейф, всегда откройте, снимите дисплей и посмотрите, какой у него разъем. Чтобы не получилось, что аппарат абсолютно одинаковый, но разъемы шлейфа включения абсолютно разные, поэтому всегда проверяйте заранее. Кнопка работает, вибро функционирует, тут стоит код у нас, не знаю, какой код, но кнопки звука тоже работают, я не думаю, что какие-то проблемы будут с ними. Нет у меня кода, не оставил мне хозяин код. Я думаю, что все в порядке. Итак, друзья, всем спасибо за внимание, только что я вам показал, какие шлейфа с кнопкой включения айпада 2 идут на айпад 2 непосредственно. Вот. Ну и показал замену их. Такое простое, достаточно простое видео, которая проблема, в котором очень часто встречается во вторых айпадах. Всем спасибо за внимание, с вами был Дов. Подписывайтесь на наш канал и всем удачи в ремонте. До новых встреч.